Девушки отдыхают 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 Мы обращаемся в комитет по контролю за наркотиками, сообщаем о том, что есть какие-то новые вещества. После того, как они вносят их в таблицу, в соответствующей таблице, тогда только мы сможем как-то принимать решение. Но, к сожалению, история эта известна уже не год и даже не два. А тем временем покровители киосков, в которых продается легальная смерть, пользуются своей безнаказанностью. Новые точки вырастают, как грибы после дождя. На крючок губительной зависимости чаще всего попадают подростки. А ввиду бессилия государства, последними борцами за здоровье нации остаются журналисты. Против рынка Черемушки находится ломбард. Рядом с ним находятся якобы курительные смеси. Там продают тоже разные порошки. Люди рассказывают, что у них там крыша из этого едет. Все, что угодно с ним происходит. За последние месяцы усилиями «Новой Одессы» и других средств массовой информации в нашем городе были разоблачены более десятка магазинов с курительными смесями, большинство из которых продолжают отравлять будущее нации. Закрыть их журналисты неуполномочены. Вадим Шпаченко, Петр Куницкий, «Новая Одесса». Цирк теней. В Одессе идут активные споры о том, как воспринимать арт-объекты и как с ними бороться. О душевных терзаниях одесситов расскажет Дарья Сидоровская. Если наступить на тень, оскорбишь страну. Такого мнения придерживаются одесские активисты. Конечно, не на любую, а только на тень Пушкина. Это оскорбление великого поэта и вообще всего русского мира. Это родоначальник русского языка, гордости России и всего прогрессивного мира, литературы. Это не бред городских сумасшедших. Группа одесситов протестует против установки организаторами поэтического фестиваля «Пушкинская осень» арт-объекта «Тень Пушкина», выложенного плитка на тротуаре силуэта на пересечении Дерибасовской-Ришлевской. Поэты видят в этом символ присутствия Александра Сергеевича в Одессе, но с ними не согласны. Никому нигде не позволено топтать такого человека, как Пушкин. Кого можно топтать, по мнению организаторов акции протеста, так это мэра Алексея Костусева. Но настоящего страшно. Вот и насыпали поверх одного силуэта гравий. На нем нарисовали тень градоначальника. Пусть по нему ходят. По всему городу может быть именно такой знак, такой же тень, это уже мэра. Изобразили Алексея Костусева в его любимой позе с кувалдой. За цирком тени наблюдали Пушкин, Дарья Седровская, Олег Шпак и Новая Одесса. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячие линии 709-10-10. Наш выпуск завершат проект международных новостей 100 секунд и прогноз погоды. Увидимся в 9 часов вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей. До встречи. В столице Кении и Найроби полицейские, саперы и кинологи с собаками обследуют здание торгового центра «Уэстгейт», где завершена антитеррористическая операция по освобождению заложников. 5 боевиков убиты, 11 арестованы. Осада комплекса продолжалась 4 дня. На данный момент погибшими считаются 67 человек, в том числе 6 кенийских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической организацией «Аль-Каида». После теракта боевики пригрозили новыми нападениями, если кенийские военные не прекратят участвовать в операциях против исламистов на территории Сомали. В Кении со среды начался трехдневный национальный траур. До 217 человек возросло количество жертв мощного землетрясения магнитудой 7,7 балла, которое произошло на юго-западной пакистанской провинции Белуджистан. Еще 350 человек получили травмы. В городе Аваран разрушено до 80% всех зданий. В регион направлены команды спасателей, военные пограничники, а также медикаменты и палатки для пострадавших. В результате мощного землетрясения в Аравийском море на расстоянии около 90 метров от пакистанского порта Гвадар появился небольшой остров. Он возвышается над морем на высоте от 6 до 12 метров. Его ширина составляет около 30 метров. Выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности немедленно вступить в переговоры по ядерной программе своей страны. По его словам, руководство Ирана не хочет напряженности с США и надеется на здравомыслие президента Обамы. Ранее в ООН выступил президент США, заявивший, что Белый дом готов дать новому иранскому правительству еще один шанс. Тем временем у здания ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста, направленная против иранского президента. Весь экипаж экологического судна Arctic Sunrise задержан по подозрению в пиратстве. Сотрудники Следственного комитета России начали процессуальные действия в отношении активистов Международной экологической организации Greenpeace, которые ранее попытались на лобках подойти к буровой платформе «Приразломная» на шельфе Печорского моря и высадиться на нее, протестуя против нефтедобычи в Арктике. Среди 30 активистов Greenpeace граждане 18 стран, и все они, как сообщается, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. Сторонники и противники восстановления дипломатических отношений Грузии с Россией подрались в центре Тбилиси. В происходящее вмешалась полиция. Стражи порядка разделили оппонентов кордоном. Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году, после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В индустриальных районах около столицы Бангладеш более 200 тысяч рабочих текстильной промышленности приняли участие в демонстрациях и стычках с полицией. Рабочие требуют увеличить зарплату с 38 до 100 долларов в месяц. Протестующие устраивают поджоги и перекрывают дороги. Для разгона демонстрантов стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули. Бангладеш – второй после КНР мировой экспортер текстильной продукции. Около 80% бюджета этой страны обеспечивает именно текстильная отрасль. Подозрительный багаж стал причиной отмены десятков рейсов и эвакуации людей из терминала аэропорта Дюссельдорфа, третьего по пассажиру потоку в Германии. Внутри здания необходимые действия по проверке бесхозного чемодана в зоне вылета провели сотрудники полиции и саперы. Все подступы к терминалу были перекрыты. Через три часа аэропорт снова был открыт для приема пассажиров. Итальянские спасатели приступили к поиску ТИЛ двух пассажиров лайнера «Коста Конкордия», которые так и не были обнаружены после крушения судна зимой прошлого года. Возобновить поисковые работы позволила проведенная на прошлой неделе операция, по итогам которой лайнер был приведен в вертикальное положение. Тем временем в итальянском городке Грессета продолжается суд над капитаном «Коста Конкордия» Франческо Скеттино. По версии следствия, именно на нем лежит ответственность за крушение судна. Адвокат семьи Майкла Джексона Брайан Пенниш потребовал от компании-организатора последних гастролей певца выплатить 290 миллионов долларов компенсации его детям и матери. Об этом юрист заявил в суде Лос-Анджелеса, выступая на процессе. По его словам, именно промоутер виноват в смерти певца, так как нанял неквалифицированного врача, давшего Джексону смертельную дозу пропофола. В Японии состоялся один из самых необычных ежегодных фестивалей. В его рамках соревновались борцы сумо, держащие на руках маленьких детей. Смысл соревнований заключается в том, чтобы как можно быстрее заставить малыша заплакать. Сумоисты делают всякие вещи, чтобы дети заплакали, корчат рожицы, надевают страшные маски и страшно шумят. Считается, что детский плач способен распугать злых духов. Кроме того, японские родители верят, что участие в фестивале плача помогает малышам расти здоровыми. Тот, чей ребенок начинает плакать первым, объявляется победителем пары. Такая традиция существует уже более 300 лет. Парижане увлеклись мурлыкотерапией. В городе открылось первое кошачье кафе, в котором все желающие могут отведать свой любимый кофе с круассанами в компании десятка дружелюбных домашних животных. По словам хозяйки заведения, кошачье мурлыканье производит вибрации, которые благотворно влияют на больных артритом и ревматизмом, понижают артериальное давление и успокаивают пульс. В первый же день заведение имело огромный успех. Очередь выстроилась на несколько кварталов. Уже сейчас все столики в этом необычном кафе зарезервированы вплоть до ноября. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в среду 26 сентября в Одессе в течение дня будет облачно. Местами возможен дождь. Ветер северный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Температура воздуха ночью 9-12, днем 15-16 градусов со знаком «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компанія «Теком». Впевненість у квадраті. Впевненість у квадраті.